Еще одна функция пилков, которая, как вы увидите сейчас, тоже связана с двигательной функцией. Структурная функция пилков. На самом деле, каждая клетка у любого живого существа больше всего похожа на что? Маленькая капля киселя, которая называется цирклоплазм. Снаружи этот кисель покрыт пленочкой, чертовски похожей на пленку мыльного пузыря. Биомембрана ограничивают вот эту каплю киселя под названием цирклоплазма. Цирклоплазма не совсем однородна, но если кисель с вами хорошо, то это однородный коллоидный раствор, однородная масса. А в сосуде не так. В некоторых местах есть вот такое уплотнение, которое может дымить разную форму, разное строение и так далее. Вот все эти неоднородности, пустоплазмы, будут называться органоиды. Органоиды. Но иногда добавляются цирклоплазматические органоиды. Добавлять не обязательно. Дело в том, что никаких других органоидов, кроме цирклоплазматических, нас ведь не бывает. Органоиды бывают самые разные, они у нас потом пойдут разговоры. А сейчас разговоры о ночи. Как с вашей точки зрения, такая конструкция способна или не способна самостоятельно поддерживать свою форму. У вас есть капля киселя, ну, пускай она даже и неоднородная, покрытая сверху мыльным пузырём. Что ты должна сделать под действием силы вся же степла? Растечься. Растечься. Просто растечься капли и всё. А на самом деле клетки не растекаются. В чём дело? У каждой эокариотической клетки есть свой внутренний скелет, который будет называться цитоскелетом. Цитоскелет. Как он устроен? Основной материал цитоскелета. Это кончайшие, жёсткие, как сталь, трубочки. Называются они будут микротрубочки. Микротрубочки. Построены они из белка, который называется тугулин. Тугулин. Малекулы долга тугулина, а это волква. Они собираются, вот такие кольцевые команды. И слой за слой, слой за слой, слой за слой. Вот так. Строят длинную и жёсткую трубу. И вот такая труба пошла. Диаметр этой трубы исключительно мало. Вот здесь по кругу ставят всего 8 молекул тугулина. Вы понимаете, что размер белковой молекулы, я ж не знаю, никаким микроскопом не увидишь. Такие микротрубочки можно увидеть только либо под электронным микроскопом, либо применяя специальные методы. Допустим, сейчас учёные могут заставить их светиться. И в этом случае, когда фотографируешь клетку, то ты видишь светящуюся систему пересекающейся линии. Посветится цитоскелет. Смотрим, как это всё устроено. Оказывается, внутри к мембране клетки, а основа мембранная – это же фосфолипидный бисвой. Помните, да? А головки фосфолипидов несут полярные свечи? Или там нет полярных свечей? Нет, там есть, они есть. Причём, у каждой молекулы сколько участков полярных свечей? Сколько штук? Вася. Сколько полярных группировок в голове каждой молекулы фосфолипидного? Две. Конечно, две. Это две УАЖ-группы, которые остались от остатков фосфолипидного кислоты. Кроме всего прочего, что значит? Вот у вас стоят рядышком молекулы фосфолипиды. Да? Они образуют мембраны. Обратите внимание, кто просто это делает. Кто не делает по отношению друг к другу? Не тянуться. Опа, опа, опа. Они уже энтрите. Поэтому фосфолипидные плёнки обладают ещё одним очень важным для жизни. Вот вы капаны фосфолипид на поверхность воды, получили такое пятно. На поверхности сколько слоёв молекул у вас образует? Один. Один слой, монослой получили. Теперь я беру иголку и прокалываю это пятно. Если я прокалывал диспалиэтилен, потом его повынул. Дырка останется? Да. Да. А теперь я прокалывал фосфолипидную плёнку и иголку вынул. Что произойдёт? Ты не смогу сказать. А они опять притянутся друг к другу. У них же полу притягиваются. В результате фосфолипидные монослои и бислои способны к саморемонту. Если повреждение не очень большое, то совершенно автоматически они просто опять сомкнутся и всё. И то, что было порвано, опять окажется установленным. А какое должно быть примерное употребление, чтобы они обратно и не собрались? Примерно на три порядка больше размером саморемонстрации. Ты ещё раз. То есть, если вы клетку порвали пополам, то она не сможет потом взять и опять объединиться. Мембрану себя просто по-другому поверну. Ну а теперь берём бислои. Вот он там, второй слой. Вон там где-то в районе потолка, в нижнюю цередину. А вот здесь вот стопласты. Это внутренняя часть плесла. Оказывается, с внутренней стороны, вот этим полярным участком, подсоединились структурные белки. Вот так лежат молекулы, у которых плюс и минус соответствуют этим головам. Они притянулись. Это если я смотрю сбоку. А если я посмотрел изнутри клетки, оказывается, что эти молекулы имеют в вид вот таких звёзд. Такие звёзды. И такая звезда притянулась к поверхности мембраны. С кем соединены лучи звёзды? С соседней звездой. А соседняя звезда с соседней звездой. И так далее. То есть, эти белки составляют достаточно прочную внутренний слой, упрощняющий космолепидный слой. Теперь, как всякие белки, эти белки умеют менять конформацию при изменении условий. Что произойдёт? Изменение конформации. Вот эти прямые линии. Станк вот так по углу. Поднимаются. В результате. Каждая такая звезда превратилась вот в такого мембрана. Понятно? Ага. Понятно, что мембрана, которая притянута, она же притянута зарядами, в этом месте. Понятно, что мембрана тоже в загрузке. Понятно. А если несколько пауков рядом поменяли форму, что в этом месте на мембране начнёт образовываться? Сфера пузырёк. Пузырёк. Понятно, что мембрана на этом участке приобрела кривизну. Её выгнуло за счёт изменения в геометрии вот этих структурных белочек. Но ещё интереснее вот что. Из глубины клетки в эти структурные звёзды вот так убираются микротрубочки. Те самые микротрубочки скелета. А микротрубочки скелета связаны между собой. Вопрос. Микротрубочки жёсткие, как я уже сказал, прочные. Вот теперь растечётся такая клетка, превратится она в блин или нет? Нет. Она будет нормально держать свою форму. За счёт вот этого структурного скелета. И последнее на сегодня сообщение. В узла связи, вот узел связи, контакт одной микротрубочки с другой, да? Может находиться следующая история. Вот идёт одна микротрубочка. Вот её пересекает вот так другая микротрубочка. Они связаны друг с другом. А связаны они молекулой белка, вот стоит молекулой белка, которая одним концом за счёт полярных свечей пришита к нижней трубе, а вторым концом, вот так, опять же за счёт полярных свечей, пришит к верхней трубе. Молекула прочная. Белочек такой будет называться кинезин-подобный белок или киназа. Кто знает перевод на русский язык, корня кинетика. Киназ. Кинетический. Движущийся. Отлично. Смотрим, как работает киназа. У киназа две плавные цепи. Как вы видите, они под прямым углом друг к другу. Вот одна вот так. На самом деле здесь у меня есть ловушка, ещё это полярная группировка. В результате киназа здесь, кого-то присоединить, и здесь кого-то присоединить. А теперь, если в район киназа подавать энергию, то изменит конформацию вот эта часть. Как изменит конформацию? Вот так. В результате эта зона окажется стоять на месте, а вот эта вынуждена будет оторваться. Почему? Изменение конформации дёрнуло слишком сильно, здесь водородная слезь, а не слабенькая. Но как только киназы сдвинулись, тут же в новой стучке, теперь уже вот здесь, образуется новая водородная слезь. Теперь данная функция энергии кончилась. У киназа перейдёт к исходной конформации. Что будет с её формой? Вот эта линия. Она была прямая, изменив конформацию, стала такой дублей. Снова станет прямой. Снова станет прямой. Смотрим, что произойдёт. Вот в этом месте она пришёлся в новой точке. И отсюда она снова стала кривой. И теперь этот конец вот в этой точке нового здорового средства здоровья. Что делает киназа? А киназа вот так шагает по кугулиновой микротрубочке. В результате, если мы на киназу сверху помесим, допустим, мембранный пузырёк с каким-то веществом, то пузырёк так и подъедет вдоль микротрубочки из одной части клетки в другой. Это система транспорта внутри клетки. А если здесь не мембранный пузырёк, а другая микротрубочка? Что начнётся? А смотрите, вот у вас зона пересечения микротрубочек. Между ними стоит киназа, которая толкает одно относительно другое. Смотрите на мои руки. Что стала делать микротрубочка? Водвигаться. Она стала выдвигаться. Почему? Киназа. Смотрим, что произойдёт с клеткой, если у неё стали выдвигаться вот так микротрубочка, вот так и вот так. Вот они выдвигаются на руки. Вот не что образуется. Дырка. Не, не, да как. Ведь давление распределяется через вот эти паукообразные лёгки. Лужноножки. Севдопудия, так у амёта. Или как у наших клетких охотников, пугатцинка. Отлично. Значит, а если обрисовывать движение микротрубочки вот здесь? Вот здесь. А они будут ушеляться? А они будут ушеляться? Нет. Завтра мы с вами посмотрим, вот завтра, кстати, у вас же достаточная информация, чтобы разобраться в регуляции охоты амёта или в регуляции поведения наших клетких защитников. Пугатцинка. На молекулярном уровне посмотрим, как весь сценарий развивается. Продолжение следует...